В это воскресенье, 8 июля, россияне отметят один из самых молодых праздников – День семьи, любви и верности. Сегодня орденом за любовь и верность наградили пары, которые прожили в браке больше 50 лет. И жили они долго и счастливо. Это про них. 15 супружеских пар сегодня получили награды за любовь и верность. Нина и Вячеслав Игнатьевы познакомились в 1965 году. Сейчас у них четверо сыновей, девять внуков и одна правнучка. Вы помните, как познакомились с супругой? А как? В соседней деревне, у нас деревня рядом, через речку. Вот, с другом пошли как-то. Она одна идет, я один. Встретились, вроде ничего показалось мне. Ну и я ей говорю, можно вас проводить, пожалуйста, но отказа не было. Вот, с тех пор. Надо уметь прощать. Бывают недоразумения, частенько бывают в первые годы. Надо уметь прощать и стараться понимать друг друга. Это самое главное. Первый раз День семьи, любви и верности отметили в 2008 году. А вам что больше нравится? День святого Валентина или День семьи, любви и верности? Почему? Ну, потому что я люблю свою семью больше всего. Я считаю, наш праздник лучше. Он, во-первых, в такое прекрасное время, летом, когда ягоды первые созревают. А ягоды с чем можно сравнивать? Ягоды – это, прежде всего, дети. И жизни, да, потом ягодки идут. Каждая пятнадцатая семья в Чувашии является многодетной, отметил Михаил Игнатьев. На поддержку детей и семей в республике ежегодно тратится больше 8,5 миллиардов рублей. В этом году практически 12 ясельных групп уже будем строить. И у родителей появляется возможность своих детей в возрасте два месяца отправлять в ясельные группы. В церемонии награждения и концерт вели сегодня Дмитрий и Анна Верияловы. Они поженились пять лет назад, как раз в День семьи, любви и верности. Дим, за что Аня понравилась? В смысле, когда она началась? Ну, хороший вопрос. Просто им понравилась, она такая, как есть. Мне интересно отвечать за красивые глаза, за остроумие, скажи что-нибудь такое, за высокий рост, за ноги. Вот за это и понравилось. Я считаю, что в России нужно отмечать День любви именно 8 июля. Это особенно, это по-летнему, это аромашки, это хорошее настроение всегда. Мы поздравляем ребят с годовщиной, а все российские семьи с прекрасным праздником. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.